Конфликт в Одесском институте курортологии. Активисты утверждают, медики превратили бомбоубежище в соляную комнату и поставили под угрозу безопасность одесситов. На месте событий побывала моя коллега Диана Хрущева. Обстановка в соляной комнате накаленная. Мамы пациентов просят активистов не мешать их детям проходить процедуры. Общественники требуют от медиков объяснений. Как вышло так, что на месте бомбоубежища возникло медицинское помещение? Для того, чтобы люди потом сюда прибежали и спокойно заняли своих, пускай даже 90 мест, в процедуре, когда там стоят соляные ванны, просто не будет места даже людям. Мы бы хотели разобраться, почему система МЧС выдала разрешительные документы на соляные ванны в бомбоубежище. Активист уверен, в случае бомбардировки соляная комната может быть опасна для здоровья одесситов и даже привести к летальному исходу. Завполиклиникой эту информацию опровергает. Тут может быть любой человек. Как пришли к этим камерам использования вообще соляных копий для лечения? Пришли просто потому, что те шахтеры соляных копий, которые там работали, они были на голову здоровее, чем люди окружающие. Соляная комната в этом месте открылась почти 30 лет назад. Тогда все разрешительные документы, рассказывают в администрации клиники, были выданы. Сейчас тут проходит реабилитацию люди с астмой, пневмонией и другими серьезными заболеваниями. Я езжу сюда третий год, потому что у меня не хватает денег на эту пенсию покупать лекарства. Вы лекарства подорожали на сколько? За что нам жить? Бессовестные! А Людмила, например, уже пять лет вводит сюда внуков на лечение. Хотят убрать институт научно-исследователь, хотят убрать Лермонтовский санаторий. Это же давно всем известно. Зачем? Чтобы люди лечились, отдыхали. Зачем это? Должны были прийти вы и специалисты. А я вам рассказываю. Подожди. Не надо нам рассказывать. И представить власть. Зайди в кабинет, посмотреть все документы. Вы сейчас можете документы. Надо вначале изучить документы. Я хочу вам сказать, что у вас нарушение такое-такое. Мы закрываем вас в свою комнату, без писания сделать вытяжку и все. Медики заявляют, помещение пригодно для использования как убежище. В случае эвакуации в воздух просто не будут впрыскивать солевой раствор. Оно противорадиационное на сегодняшний день. Все соответствующие документы есть. И инвентаризационный паспорт, и паспорт технический, который выдала нам МЧС. Никаких переделок в составе помещения. А наоборот, было все усовершенно. Данное убежище, рассказывает специалист, по нормативам рассчитано на 7 часов пребывания. В поликлинике настаивают. Проверки профильных структур готовы. И считают, что только ответственные органы могут выносить предписание и закрывать соляную комнату. Диана Хрущева, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.